Продолжаю рассказывать об HTML и сегодня еще немного расскажу о ссылках. В предыдущем видео в статье я рассказал о ссылках и об их основных и самых важных атрибутах. В этом видео продолжу рассказ об этих самых ссылках и о некоторых их атрибутах, которые используются, может быть, не очень часто. Но, тем не менее, о них надо знать и при необходимости применять. Первый атрибут это атрибут title. Он позволяет указать подсказку, которая будет отображаться при наведении мыши на ссылку. В подсказке можно написать, например, название документа, на который ведет ссылка, или призыв к действию. Вы сейчас видите пример использования этого атрибута. Title и дальше в кавычках идет какой-то текст. Ну, давайте сразу в исходных кодах посмотрим. Например, вот один пример, вот второй пример. Например, если ссылка ведет на скачивание какого-то документа, можно написать в подсказке, допустим, скачай бесплатно или просто скачай. Не знаю, на видео будет вам или нет, но вот если я навожу курсор на ссылку, то видите, появляется подсказка. Но, правда, я не знаю, видите или нет. Почему-то при захвате видео не всегда вот эти подсказки всплывают. Но попробуйте у себя, напишите этот исходный код и проверьте, как это работает. Исходный код еще раз может быть таким. Ну, здесь все просто. Довольно-таки, если вы с HTML уже работаете, то никаких затруднений в этом не будет. Следующий атрибут довольно-таки редкий. О нем, вообще, наверное, мало кто знает. Но я, тем не менее, о нем расскажу. У тега A, ну или A, есть довольно экзотический атрибут, который, наверное, никто никогда не использует. Но я все-таки решил о нем рассказать. Ну, хотя бы для того, чтобы из этого видео вы узнали для себя что-то действительно новое. И вполне возможно, что про вот этот атрибут вы даже не слышали. Итак, во многих браузерах по ссылкам можно переходить не только с помощью мыши, но и с помощью клавиатуры. Для этого надо нажимать клавишу Tab до тех пор, пока не доберетесь до нужной ссылки. А потом нажать Enter, чтобы перейти по ссылке. При этом очередность обхода ссылок по умолчанию устанавливается сверху вниз и слева направо. Если вы хотите изменить очередность, то вы можете сделать это с помощью атрибута TabIndex. Ну давайте пример. То есть вот этот атрибут TabIndex. И вот здесь вы указываете номер. То есть по умолчанию обход идет сверху вниз и слева направо. Но если вы по каким-то причинам хотите изменить этот порядок, то вы можете назначить номера. И тогда, соответственно, первой будет вот эта ссылка, ой, точнее вот эта ссылка, второй будет вот эта ссылка в обходе, третий вот это и четвертый вот это. Но, правда, тут есть одна неприятность. Не все браузеры вот этот атрибут поддерживают. Ну давайте я вам хотя бы покажу, как вообще выполняется переход. Сейчас обновлю страницу. Как видите, ни одна из ссылок не выделена. Но если я буду нажимать клавишу Tab, вот я сейчас нажимаю, первое нажатие, как видите, вот она выделилась, ссылка 2. И ссылка 2 у нас, как видите, первая. Первый номер, ссылка 2. Хотя здесь она в исходном коде стоит на втором месте. То есть, по идее, если бы мы вот этот Tab индекс не указывали, то первой была бы выделена ссылка 1. Ну и дальше, если мы будем переходить, видите, я нажал Tab еще один раз и перешел к ссылке 1, потому что у ссылки 1 у нас индекс 2 написан. Следующий переход будет на ссылку 4. То есть, мы проскочим вот эти все и перейдем на четвертую. Ну, как видите, все работает. И, в общем-то, иногда это можно использовать. Ну, хотя, конечно, это на любителя не такой уж важный этот атрибут, потому что, ну, в общем-то, я не знаю людей, которые бы вот таким вот образом переходили по ссылкам. Но, с другой стороны, если у вас вдруг сломалась мышка, то знайте, что вот такой способ есть. И без мышки можно жить вполне, если необходимость возникнет. Следующий, вот это уже полезный атрибут. Вот у ссылки есть такой атрибут, точнее, это не атрибут будет, а значение. У ссылки есть атрибут rel, который может принимать разные значения, в том числе nofollow. Атрибут rel определяет отношение документа-источника к цели, то есть к документу, на который ведет ссылка. Вообще, значения, которые может принимать атрибут rel, не документированы. Однако, многие из них поддерживаются браузерами и поисковыми машинами. И вот это главное и самое важное. Именно поисковые машины поддерживают атрибут, точнее, значение атрибута rel nofollow. Вот, и Яндекс, и Google его поддерживают. И если вы сделаете, например, вот так, как показано сейчас на экране, то есть, вот у нас атрибут rel, и у него значение nofollow. Так вот, если вы сделаете так, то эта ссылка не будет индексироваться. То есть, вот пример. То есть, поисковая машина, когда будет просматривать вашу страницу, она увидит эту ссылку, увидит вот это значение nofollow. Ну, я сказал, что поддерживает и Google, и Яндекс, то есть, про другие не знаю, но Google и Яндекс это учитывают. И вот, если они увидят атрибут rel со значением nofollow, то они не будут индексировать эту ссылку. Это полезно для поисковой оптимизации, но это уже совсем другая тема. И сегодня, конечно, мы об этом говорить не будем. Ну что ж, я рассказал вам еще о нескольких полезных атрибутах и их значениях в HTML. Надеюсь, видео было полезным. А на этом все. Пока. До следующих встреч, общения одностороннего пусть, но тем не менее. Хотя вы можете писать комментарий. Ну все, пока.